Всем привет! Меня зовут Лариса Лина, и сегодня темой станет космический дизайн. В качестве фона я выбрала очень красивый оттенок гель-лака Non-Lac 2185. Гель-лак очень послушный и имеет плотную пигментацию, поэтому я наношу его в один слой. В качестве технологической подложки я наношу Top Matte Protection. Дело в том, что по нему отлично растекается гель-лак. В данном уроке я использую 1100 оттенок гель-лака Non-Lac. И я вот такими пошлепывающими движениями, круглой кистью, создаю вот эти туманности. Когда они немножко растекаются, я отправляю на просушку в лампу. После этого я то же самое делаю со вторым ногтем. После полимеризации я разукрашиваю туманности гель-лаками Non-Lac. Сначала использую 2116 оттенок. Это очень красивый неоновый тон с легким-легким золотистым шиммером. Шиммер придает эффект россыпи звездочек на краях туманностей. Далее ввожу голубой оттенок 2108. И после полимеризации усложняю цветовую палитру. Ввожу пастельный неоновый гель-лак 2093 для того, чтобы туманности смотрелись еще эффектнее. После полимеризации я выполняю созвездие гелем паутинка. Сначала на одном ноготке, а потом на другом. Далее нам следует просушить паутинку не менее 30 секунд. И гель-краской Paint Pasta проставляем немножко мелких звездочек для того, чтобы поддержать космическую тему. Сушим в лампе не менее 30 секунд и перекрываем топом финиш. Получаем вот такой восхитительный результат. Но что же делать, если у вас нет геля паутинка? Хочу предложить вам еще один вариант элементов космической темы. Листайте. Мы выполняем фон в виде туманностей, точно так же, как показано в первой части урока. Сначала создавая белесый подмалевок и далее его разукрашивая оттенками гель-лака Non-Lac. После полимеризации для прорисовки планеты я использую гель Crazy White. Дело в том, что по нему отлично растечется гель-лак 2183 оттенка коричневого цвета. Мы просто проводим черточку по-мокрому, ждем, когда гель-лак растечется и отправляем на просушку. Центр планеты я сделала ярче при помощи гель-лака 2093. Теперь остается гель-краской добавить космических элементов в виде мелких звездочек и отправить на просушку в лампу. Далее нам следует просто прикрыть ноготки топом финиш и мы получаем вот такой эффектный космический дизайн. Как всегда, не жалейте сердечек урока и оставляйте комментариями свои впечатления. Продолжение следует...